Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Он был введен в 2009 году по благословению патриарха Кирилла, приурочен к тому, чтобы возобновить память поколений, откуда у нас на Руси что появлялось хорошего. Многие считают, что от православной церкви в русском государстве только все плохое почему-то. Мракобесы борются с различными научными идеями. Нет. На самом деле, если разбирать наши государственные устои, наши культурные устои, наши исторические традиции, то мы видим, что даже летопись государства российского, кто был писателем первой летописи, это монах Нестор, летописец, повесть о временных летах, которой и сейчас пользуются многие историки для воспоминания о тех временах. Откуда появилось православие? Здесь вот у нас в Москве, Московской области, в Московии, скажем так, потому что это большой регион. Если мы знаем, что в Киеве крестил князь Владимир, то здесь крестил уже не князь, а иромонах Кукша, пришедший из Киево-Печерской лавры. Он был также вятичем и пришел сюда к своим вятичам-сродникам, а здесь была территория вятического племени. Которым он проповедовал в течение семи лет православную мирозреченскую позицию и крестил многих. И после него здесь, собственно, зародилась та же самая культура православная, которая сейчас дает плоды уже в течение тысячи лет. И без этого, не знаю, получилось бы ли вообще Россию это собрать, потому что до Кукши здесь было очень мрачное, жуткое язычество. Там были и убийства, торговали рабами, там были и военные захваты. И чего там только не происходило, все это на фоне поклонения различным языческим богам. Ну и вообще, да, вся наша российская цивилизация, она же все произошла тоже образованием, да. Ведь само даже слово образование, оно именно произошло от слова образ. Образ – это Господь, да, то есть все это… По образу и подобию Господь створил человека. И, соответственно, тот образ, который в нас вложен, он должен образоваться в человеке. То есть мы можем его как привести в деградации, так и развить, приблизить к образу Божьему. Тот образ, который в нас есть изначально от рождения. Но, как и любое хорошее дело, его можно уничтожить, а можно и улучшить. Поэтому здесь литература и книгопечатание, и вся культура, так сказать, православной церкви, которая была вложена в первые века становления государства российского, и даже писали на церковно-славянском языке, который дали нам Кирилл и Мефодий, также святые угодники. И это все было взято из православной культуры. Конечно же, на таких фундаментах не могло не возрасти мощное, крепкое, сильное и богоугодное государственное устроение, чем мы сейчас и пользуемся. И к этому дню организуются по всей России, по всей нашей стране мероприятия, на библиотеках, там тоже выставки организуются. Конференции, выставки, какие-то распродажи, общения, воскресные школы, симпозиумы или еще что-то такое. То есть во многих местах земли русской, в том числе с участием администрации местных, это проходит по договоренности с губернаторами. То есть это все государственной поддержкой также пользуется, потому что, повторюсь, что церковь, что государство в этом заинтересованы, так как в этом есть укрепление наших традиционных нравственных исторических устоев, о чем говорил и президент. В понятие православная книга что-то входит? Православная книга, она достаточно широкая, имеет поле деятельности. Это, ну, начнем с первоначального, это Библия, да, то есть это те… Библиотека, наверное, тоже от слова «библиотека». Слово «библиотека», конечно же, от Библии происходит, потому что Библия – это собрание многих книг, там больше 70 книг, в Библию входит и Ветхого Завета, и Нового Завета. И, естественно, вот это первонаперво то, с чего можно начинать православную литературу. Дальше идут богослужебные литературы, в которые включаются различные службы, молебны, отпевания и прочее, все, с чем мы сталкиваемся в церкви через священников. Псалтырь, она уже и в богослужебную, и в частную, так сказать, практику входит. То есть в псалтырь мы можем читать и дома, как и Евангелие, как и апостолы. Дальше молитвословие идут многие, ну, например, те, кто знают, они понимают, что есть молитвы утренние, молитвы вечерние на сон грядущем, молитвы ко святому причащению, молитвы о родных, молитвы о упокоении, молитвы о здравии и огромное количество. Молитвы почти всем иконам. Столько там, так сказать, молитв, что это также собирается в определенные молитвословы, и это тоже православная литература. Конечно же, сюда можно отнести различные аскетические поучительные работы святых отцов, которые описывали свой духовный опыт. Ну, например, Лествица, Иоанна Лествичника, Иоанн Мосх, да, или там Иоанн Дамаскин. Огромное количество литературы, которая является наследием тех святых отцов, которые уже здесь земной путь прошли, которые накопили духовный опыт, изложили его в своих работах, и которые мы сейчас можем читать и поучаться на их примере. А они уже в Царство Небесное вошли. То есть у нас есть такая гарантия, что если мы будем пользоваться этими советами, этим опытом житейским, то и мы войдем также за ними в Царство Небесное. Жития святых Дмитрия Ростовского тоже, и не только его, и другие жития, сейчас их очень много, в том числе новомучеников жития описаны. Мы это тоже относим к православной литературе, но мы туда же относим, это можно продолжать и дальше, мы туда и Достоевского, и многих писателей православных, которые на примерах жизни, житейских примерах описывают православный, нравственный подход к образу человека, то есть что правильно, что неправильно. Это все, оно собирается вот в православную литературу и в понятии ее. И, конечно же, его надо использовать на различных этапах становления души человеческой, потому что, ну как мы младенчика, мы же его не кормим сразу там хлебом, твердой пищей, так сказать, а молоко, материнское молоко, потом потихонечку приучают к другим уже каким-то блюдам и пище более твердой. Также и духовная пища, которая является литературой, это пища для души, которая дает возможность расширить свой кругозор в духовной сфере, которая дает знания о истории церкви, о истории государства российского, о истории отдельных подвижников. То есть это все следующий этап, так сказать, движения в духовном направлении. Ну и по мере взросления, укрепления мы переходим к аскетическим, потом переходим к молитвословиям, богословиям и обязательно уходим в священное писание, потому что это тот хлеб, который нам Господь даровал и который нужен каждой душе человеческой в этом мире. Православная книга. Здесь, наверное, уже сейчас в нашем современном обществе речь не только о таком классическом бумажном варианте книги. Ну действительно, мы сейчас, кто книги читает из молодого поколения особенно, да, хотя некоторые не воспринимают книгу вот в электронном виде, только вот на бумаге, на носителе бумажном, да, особенно если поколение там мое или постарше не воспринимают там кто-то в телефонах, кто-то там в айпедах или еще где-то читать могут. Вот. Но смысл-то не теряется, то есть какой носитель используется при передаче слова? Аудио, потому что есть сейчас книги озвученные, то есть просто начитанные, ты просто ставишь запись и слушаешь, у тебя эта книга просто через наушники тебе начитывается. Так же и молитвы есть начитанные, так же и службы есть в таком же варианте. То есть в каком виде, на каком носителе это не столь важно, важно сам смысл того, что приносится душе человеческой. Смысл, он передается всегда только словом. Сам Господь, Он сотворил эту Вселенную словом, и все, что ее наполняет, также своим словом сотворил. Но кроме Вселенной внешней, для человека у него есть еще и внутренняя Вселенная, в которой существует его душа. То есть сама душа, она как Вселенная. И чтобы там Господь мог сотворить такие же благие творения, создать, в душу надо пустить Слово Божие. Для того, чтобы это Слово Божие, как внешняя Вселенная, создало все творения Божие, так и внутри, эти Слова Божие также сотворили благие творения, дела, желания, мысли и прочее. То есть семечку там посадить? Конечно. Это мы знаем как одну из притчей евангельских, где Господь говорит о сеятеле, и семя, которое упало где-то на твердую почву, на почву, заросшую сорняками, или там где птицы что-то, или там солнце, и где-то на добрую почву упало семя и произвело плоды. Вот это же отсюда все и берется. И тоже растет незаметно, человек даже что-то получает, и он даже, может быть, не замечает, как оно в нем растет. Ну, это говорим мы уже многие века, говорю мы о православной церкви. А сейчас это на научном уровне, там есть такая практика, НЛП, нейролингвистическое программирование. То есть, кто-то что-то сказал, оно куда-то тебе там запало. 25-й кадр, да. Да, какой-то 25-й кадр использует, кто чего, да. А потом оно как-то действует подсознательно, а потом ты думаешь, а чего это я вот здесь вот так сказал, а там вот я так себя повел. И чтобы это проанализировать, я уж не говорю, если дети видят и слышат поступки и слова своих родителей, они обязательно на это будут опираться, это для них будет таким, так сказать, поводом для подражания. Копируют поведение наше, да. Совершенно четко, как в зеркале родители видят себя в своих детях, в поведении своих детей. Это тоже из этой области духовной происходит. Поэтому чем больше мы себе вложим в душу положительных слов, тем более слов богодухновенных, произнесенных святыми отцами через излияние Духа Святого на них, тем больше мы обогатимся этими словами, и тем больше мы внутри себя укрепимся и в вере, и в жизни, и в здравии духовном. Как сделать чтение плодотворным? То есть можно ли... Ну, наверное, какие-то легкие такие, да, книги, наверное, когда без сил падаешь, и лежа, наверное, можешь читать. Ну, вот я перечислял огромное количество литературы православной, из нее можно выбирать, так сказать, что на сегодняшний момент, как говорят, что твоей душеньке угодно. Вот тебе, как в ресторане, вот тебе первое блюдо, второе, третье, десерты, еще чего-то. Вот если такой аналогии привести, то вся литература православная это огромная такая кулинарная книга, духовная, я скажу так, да, образно, которая дает нам возможность выбрать по своему разумению, по своему образу жизни, по своим привычкам, каким-то натуре по своей. Да и бывает, что... По множеству причин, то есть, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Вот каждый выбирает по своей. И по состоянию даже в тот же день кому-то вот хочется сейчас вот легкое, а чуть попозже уже можно и потяжелее. Можно, да, и так. Даже просто чтение Иисусовой молитвы – это же тоже слова, это же тоже воздействие на душу. Хотя не надо тут вот прям читать с листа или там с молитвого слова. Ты помнишь их наизусть. Как там молитвы «Отче наш» многие помнят наизусть. И здесь уже не требуется носитель, здесь уже сама душа ее читает по памяти. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Простая, ясная и легкая молитвочка. И если человек совсем устал, но вот нет у него сил, он может даже сидя или даже лежа читать Иисусову молитву, и это тоже Богообщение. Это тоже воздействие на душу Божественной благодати через слова Богодухновенные. То есть человек, когда читает православную книгу, особенно, наверное, такие... Ну, самый высший, это, наверное, вообще Евангелие наши книги, да, это книга жизни. И уже там все дальше так понисходяще идет. И человек, получается, в любом случае общается с Богом в это время. Всегда, если читаем ту или иную литературу, мы всегда общаемся с автором этой литературы. То есть, читая, если там учебник математики, то у него есть автор. Если мы читаем роман, то у него тоже есть автор. То есть его мысли мы дальше? Его мысли, его чувства, его мировоззрение, его какие-то желания, опыт житейский, его различные взгляды на мир. Вот это все заложено в той или иной литературе. Когда мы читаем богодухновенную литературу, то мы общаемся с автором. А автором является Бог этой литературы и его апостолы или святые через которых Господь собственно и создал эти творения. Ну, как вот человек, чтобы написать какое-то послание, он берет ручку, да, и вот уже ею пишет. Также здесь Господь берет человека, можно так, свою ладонь, и человек пишет то или иное творение рукой Божией, которая через него действует, благодатью Духа Святого. Конечно же, мы общаемся с Богом, если мы читаем священные писания, и, конечно же, это неизгладимое впечатление производит на человека. Но если брать, так сказать, от обратного, то все люди, которых стоит пожалеть, бесноватые, они не могут слушать священные писания, Евангелие не могут слышать. То есть они затыкают уши, они кричат, они убегают. Почему? Потому что их жжет то Слово Божие, которое излагается в Священном Писании. Ну, как, например, свет солнечный, когда светят глаза, да, подготовленный человек. Да, если у человека, ну, допустим, есть люди, которые ожог сразу получают, такая у них кожа. Или он в подвале долго просидел, то вышел. Да, вышел и сразу ожог получил. Так же и здесь. Человек, который привык к темноте, жить во тьме, он на свете, им очень трудно. И именно поэтому, кстати, невозможно будет грешникам жить в Царстве Небесном, потому что там будет свет, божественные славы везде. Там не будет темноты, где бы можно было от него спрятаться. Именно поэтому для них ад, потому что только там тьма, и только там они смогут жить, ну, хоть как-то жить. А здесь, в Царстве Небесном, они просто сгорят. А как выбирать книги для чтения святых отцов, да? Например, тоже есть кто-то, пустынники, да? То есть, наверное, не каждый может к себе применить их житие. То есть, он прочитал, например, человек, да, вот сейчас я отрекусь от мира и пойду, вот я в пустыню. А у него там семья и дети. Есть и такие, есть и такие, которые читают там такие аскетические чтения и наставления, и что-то приобретают для себя полезное. Но, конечно же, оно не совсем ложится на почву подготовленную, потому как, если человек живет в миру, то ему очень трудно даже понять то, о чем говорит аскет, который живет в пустыне, в пещере, в одиночестве, в которой людей ты видел там раз, может, в месяц с кем-то пересекался, тот, кто ему приносил пищу, воду или как-то ему помогал в жизни. И кто-то решит, вот сейчас пост, вот там светится неделю, неделю. Все, я ухожу в монашество. Неделю, неделю. Трое детей, там жена, они как хотят, а я вот буду на месяц монахом. Ну, конечно же, это такая фантазия нереалистичная. То есть мы, безусловно, можем строго попаститься, мы можем как-то себя призвать к каким-то большим ограничениям, чем в жизни происходит, но надо исходить из тех событий, из тех ситуаций, в которых мы находимся каждодневно, и мы понимаем, что от нас еще зависят и другие люди, те же дети, та же супруга или супруг. Здесь надо все взвешивать и быть рассудительным, потому что это тоже одна из православных добродетелей. Рассудительность. Здесь мы берем пример с Господа, который вся премудростью своей сотворил. его премудрость должны также вместить хотя бы частично в себе и быть рассудительными. Святой Евангелие это, наверное, особая книга в нашей жизни. Вообще, как, как говорят, она единственная может быть человеку вообще быть прочитана за всю жизнь. Ее будет достаточно, чтобы исполнять ее. Как относиться и как правильно ее читать? Не лежа же? Евангелие читается лучше всего стоя. Если слабость какая-то или немощь, или болезнь, то сидя. Лежа ни в коем случае нельзя. С благоговением особо. То есть мы Евангелие должны читать всегда как бы предстоя пред Богом. Но вы же не будете с Богом лежа разговаривать. То есть только если больные, немощные, конечно, к ним Господь особое попечение и испытывает по-другому их и спасает по-другим стезям. Но, тем не менее, если человек не больной, не расслабленный, не без движения, то есть, ну, конечно, надо здесь сидя или стоя. И помолиться желательно, да? Конечно же, чтобы с помощью Божией вместить больше смысла, который скрыт в словах Священного Писания, нужно попросить у Бога помощи, потому что сам Господь говорит, без меня ничего доброго сделать не можете, а значит, в том числе и вместить в себя евангельский в том числе текст или какой-то ветхозаветный текст. То есть, мы должны попросить Господи, ну, хотя бы перекреститься, сказать, Господи, благослови, и уже с таким краткой молитвой, Иисусовой молитвой, там, или вот чинаш прочитать, ну, кто вот, на что способен, помолившись, уже дальше двигаться. даже как у нас поговорка русская гласит, без Бога не до порога, да, то есть выйти через порог дома, мы и то должны с Богом, то есть с молитвой, а уж тем более читать Священное Писание. На страницах Священного Писания, да, мы неоднократно видим, знаем о существовании некой книги жизни, в которой записаны именно спасающие, только в Откровении несколько раз, там, или семь раз, написано, вот, например, там, и не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнзо в книге жизни, да, и много таких и в псалмах есть, вот, что это за такая таинственная книга? Ну, и в Ветхом Завете эта книга упоминается, и там, книга жизни, и книга судеб, то есть мы, даже у язычников и таких суеверов мы читаем, что там в Римской империи, что были книга судеб, да, человеческих, то есть это, ну, достаточно распространенное общее понятие того, что у человека все, что происходит в его жизни, оно записывается в книге его, то есть мы, у нас это записывается в памяти нашей, и она, так как она имеет свою немощь, то мы частенько забываем, и там у нас что-то, какие-то главы выпадают, какие-то там абзацы стираются, кроме того, еще у нас есть возможность ее чуть-чуть подправлять через исповедь, да, то есть как бы ластиком стирать какие-то моменты, связанные с греховными нашими записями в этой книге жизни, но Господь, который смотрит на нас день и ночь, который ничего не забывает, Он, безусловно, записывает все наши деяния, слова, поступки, и даже мысли и чувства внутренние, и те записываются в памяти Божьей. Кроме того, так как мы знаем, что Господь, Он вне времени, то у Него эта книга нашей жизни, она уже лежит, то есть Он уже знает, что с нами будет, и она просто перелистывается по мере нашего пути в этом мире, то есть, и когда мы подходим уже к окончанию нашей жизни, перелистывается последний листочек этой книги, она закрывается, и мы уходим из этого мира выполнившими или не выполнившими то, что нам было вписано в эту книгу. Это как бы частная, так сказать, книга судьбы человеческой, но есть и книга в глобальном масштабе книга жизни всего мира, и в этой книге вписаны те люди, которые спасутся, а те люди, которые не спасутся, они вычеркнуты из книги жизни, о чем мы в Откровении также Иоанна Богослова читаем, и даже определенные печати снимаются при прочтении той или иной главы, при перелистывании этой книги, Агнец снимает еще одну печать и дальше листает, то есть, это эпохи жизни человеческого рода на Земле, то есть, каждая печать, то есть, каждая эпоха, она начинается с новой печати, то есть, вот, печать открыл, следующая эпоха началась, следующая, и так, пока не пройдет все эпохи человеческий род и пока не закончится книга жизни всего мира. А вот книгу жизни никак нельзя заглянуть? Некоторым Господь это даровал, но это очень тяжелая ноша, мы вот знаем, что был такой монах Авель, который жил достаточно давно, уже несколько столетий назад, который предсказал, он и, по-моему, Павлу предсказал нашему императору и Екатерине. Тогда еще было оставлено письмо последнему из рода Романовых через 300 лет, там было написано, император Павел это письмо оставил в Гатчинском дворце, он записал все слова о монахе Авеля пророческие и написал, что вскрыть этот конверт моему наследнику через 300 лет. Это был как раз Николай II, и вот они после венчания открыли это письмо монаха Авеля и были поражены так, что со слезами ушли из Гатчинского дворца, то есть там было им все рассказано, что с ними будет. То есть некоторым избранникам Господь, ну как или взять Иоанна Богослова, ему Господь рассказал вообще кончину мира, приход Антихриста, святопредставления и приход Второй пришествия Христова, то есть он ему рассказал уже вообще конец жизни человеческого рода. То есть мы видим, что действительно можно заглянуть, но, повторюсь, это очень тяжелая ноша, потому что когда мы что-то знаем, а так как род человеческий он деградирует и, к сожалению, с каждым поколением все больше и больше грехов в этот мир входит, то, зная о том, что будет дальше, мы неподготовленные, мы будем в унынии страшном. Здесь только очень твердые веры, которые уповают твердо на Бога и верят Ему, что сам Господь все управит, только таким людям открываются времена будущие. В Священном Писании несколько раз говорится о съедании книги. Как это понять? Есть такая фраза даже в мирской жизни, я бы глазами прям съел, съел бы тот или иной картину или еще текст какой-то или художественный фильм. Здесь мы поглощаем с удовольствием то, что мы читаем в книге, тот текст, и это услаждает нашу душу даже больше, чем какие-то элементы пищи, чем мед. царь Давид еще говорил, что пача меда мне сладость на устах от слов Божиих. Я не точно цитирую, в Псалтире это есть. То есть мы понимаем, что слова Божие услождают естество человеческое так, как ничто не может их усладить. И поэтому здесь появляется аналогия, как будто мы съедаем. усвоение ее содержания получается. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Скоро начинается великий пост, время молитвы, поста, добрых дел, изменения себя. Как быть в такой ситуации, когда соблюдаешь пост, а тебя приглашают в гости близкие родные друзья, например, на юбилей или какое-то другое торжество? Отказать значит обидеть человека. Стоит ли говорить за столом о том, что ты не можешь вкушать непостную пищу? Как вести себя за общим столом, чтобы не нарушать пост и не обидеть человека? Спасибо большое. Спасибо. На самом деле действительно такая актуальная ситуация, которая может случиться буквально в этом предлежащем посту, что могут пригласить, могут что-то предложить. В каждой из этих ситуаций мы должны по рассудительности своей правильно реагировать. Конечно, мы не должны никого обижать. Мы должны к каждому относиться к человеку, который к нам относится с любовью, по любви приглашают к себе домой, в гости. Мы должны с ним мягко, спокойно проговорить. если это человек понимающий, любящий, знающий, верующий, то он поймет, что пост можно мне постненького. На любом столе можно выбрать что-то постное. Есть картошка, огурцы, фрукты, овощи. Без винопития можно налить компот какой-нибудь красный. То есть мы можем избежать того, что найти такое компромиссное решение, что нам позволит и человека не обидеть, и Бога не обидеть, потому что пост мы приносим Господу. Мы этим постом показываем, что мы следуем за Ним, что мы Его слушаемся, что мы стараемся подчинить свое тело, свое естество плотское, духовному естеству, душе. И это тоже важно. То есть мы не должны ни того, ни другого, ни Господа не обидеть, ни приглашающего нас человека не обидеть. Здесь в каждой ситуации отдельной, но если уж это, так сказать, просто вечеринка, которая ничего не значащая, лучше от нее вообще отказаться, сославшись на то, что или заняты, или там приболели, или еще что-то. В этом тоже никакого греха не будет. Еще звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Такой вопрос. Началась масленица. В народе она воспринимается как праздник, блины, угощение. Кто-то даже занимается сжиганием чучела. Какое основное предназначение масленицы? Благодарю. Спасибо то есть, мы уже начинаем поститься, хотя и не строго. А уж, если брать среду и пятницу, то там уже начинается чтение на часах молитвы Ефрема Сирина, постовой молитвы. Поэтому, конечно же, последняя неделя поста, она для нас должна быть еще более собранной, еще более приготовляющей нас к вхождению в пост, чем предыдущие две недели. И это все, ну, это не праздник совсем. Некоторые считают масленицу, что это праздничная такая вот гулянка, веселье. Нет, это совсем другая история. То есть, мы здесь не празднуем, мы здесь наоборот начинаем поститься, только еще не так строго, как через неделю. В грядущее воскресенье православная церковь вспоминает и Адамовое изгнание, еще называется прощенное воскресенье. Как вот связаны между собой эти события, то есть Адамовое изгнание и прощенное воскресенье? Дело в том, что если вспоминать историю изгнания Адама из рая, то мы увидим, что там он не исполнил одну единственную заповедь, причем такую постническую заповедь. То есть, Господь ему сказал, не вкушай плодов от вот этого дерева. То есть, опять же, чревоугодие, что послужило к тому, что он все-таки вкусил? Ну, ему захотелось попробовать вкус этого плода, тем более, что еще там бес наговорил всяких фантазий, что ты станешь как Бог, если вкусишь от этого плода и узнаешь там все и станешь как Бог, и поэтому Господь и запретил тебе вкушать. То есть, еще и тщеславие добавилось, и гордость, и непослушание. То есть, тут огромное количество страстей, последовавших за чревоугодие. вспомнить о том, к чему привела единственная заповедь нарушенная, мы вот в это воскресенье как раз это и будем, Адамова изгнания из рая. Как раз перед Великим постом. Как раз перед Великим постом последнего воскресенья. И мы понимаем, что если человек не постится, то ему очень трудно удержаться от страстей, следующих за чревоугодием. Поэтому мы вспоминаем Адама в качестве поучения для себя, чтобы нам на эти грабли не наступить, чтобы мы все-таки попастившись удержались и от остальных всех страстей. Тем более, что мы в Евангелии считаем, что бесы те самые, которые и Адама соблазнил, сатана, они боятся чего? Сам Господь нам это сказал через Евангелие, что род сей боится поста и молитвы. Поэтому Адам не попастился и попал под действие Весовское. Мы попастимся с Божьей помощью и выйдем из под действие Весовского. И прощенное воскресенье. А прощенное воскресенье это другая, так сказать, уже история, другая традиция, где монахи египетской пустыни, прежде чем начать пост великий, у них была такая традиция, они просили друг друга прощения и уходили из монастыря в пустыне, чтобы вообще никого не видеть, чтобы быть все эти 40 дней в пустыне, строго поститься, ни с кем не общаться, приводить только в богомыслии и в молитвах. Ну и жить, естественно, практически под открытым небом, ну или где-то в пещерах, то есть неприспособленных для жилья местах. То есть вот такую строгость они на себя накладывали. Но так как было очень много моментов, связанных с дикими зверями, тогда и львы, и тигры там могли съесть просто монахов. Много было разбойников, много было язычников, которые также могли их просто убить, поэтому они прощались как бы в последний раз, видясь, и уходили в смысле, что могли, может быть, и не вернуться в монастырь. То есть спокойной совестью, что все им применились. Да, что все их простили, что они уже никого не осуждают, то есть никаких конфликтных ситуаций уже у них нет в этом мире, они спокойно уходили на молитву и передавая себя в руки Божии, и уж как Господь их устроит дальнейшую судьбу во время этого поста, они вот так ее и воспринимали. Да, и до нас эта традиция дошла, чтобы мы прощали друг друга, но прежде чем, что мы о прощении поговорим, предлагаю прочитать отрывок евангельский, который как раз посещен этому событию, будет читаться в воскресенье. Это Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21, пожалуйста. Послушаем Евангелие. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Это вот отрывки в Англии, нам немножко напоминает, да, Господь молитва Отче наш, когда там говорится тоже о должниках, о грехах, и мы даже там как бы с Господом договариваемся, да, вот мы прощаем Господи, и Ты нас прости. В молитве Отче наш мы говорим и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. А здесь же Господь говорит о грехах, то есть здесь более глубокое такое понимание, что если мы прощаем людям согрешения их, то и сам Господь нам говорит, то и вам Отец Небесный простит ваше согрешение. Представляете, какое обещание для нас. А мы часто используем это. Практически никогда нам почему-то больше нравится осуждать, гневаться, ругаться, там всех на чистую воду выводить и прочее увеличение конфликтной ситуации, так сказать, ее развитие у нас почему-то следует за тем или иным согрешением человеческим. но и поэтому и нам не прощаются наши грехи, если мы так себя ведем по отношению к ближнему. Ведь, опять же, это все опирается на такое универсальное условие спасения. Какой меру ты меряешь, такой меру и тебе отмеряется. Это в Евангелии сказано. Поэтому, если мы меру приносим в прощение всех, то и нам Господь эту же меру возвращает по своим же словам евангельским. Здесь идеально для постящихся, тем более, что во время поста мы должны вспоминать свои грешки и сам пост мы на себя накладываем не только для того, чтобы побороть лукавых бесов, не только для того, чтобы побороть свое плотское началие над душой, когда плоть командует духом, а не наоборот. Но и для того, чтобы принести хоть какие-то труды, себя ограничить хоть в чем-то, чтобы показать свое усердие в борьбе с грехом, со страстью, которая в нас живет. И это тоже Богу угодно. Если речь идет не только о прощении, когда к тебе подошли прощения, а вообще даже что-то там сделали, прости. Ты просто не заметил этого. Даже когда Жития святых некоторых читаешь, их спрашивают, батюшка, ну вы же видели, что он вас обманывает. Кто обман? Нет, никто меня не обманывал. Даже на таком элементарном бытовом уровне это происходило. А если уж говорить о каких-то более сложных моментах, то, конечно же, здесь мы видим любовь человека святой жизни к грешнику во всем. И он эту любовь проявляет в том, что он не видит грехов. Он видит только добрые дела. Я всегда такой пример привяжу. Вот знаете, как вот каждому человеку после крещения представлен ангел-хранитель, который записывает за нами в книге нашей жизни наши добрые дела. Грехов не записывает. А сатана представляет также к этому человеку своего беса, который записывает за человеком все его злые дела, добрых не записывает. И вот вы как себя ведете? Как ангел? То есть добрые дела собираете человека? Или как бес? Злые дела человек собираете в своей памяти, в своем сердце, складываете там все вот это аккуратненько, чтобы по полочкам вот это, вот это делал, вот это делал. То есть и здесь мы сразу понимаем, на кого же мы похожи. На ангела мы похожи или на беса мы похожи в своих поступках внутренних. Здесь надо определиться. И то есть мы не должны замечать прегрешения других и тем не менее сами должны с собой замечать как раз по отношению А для себя должна быть другая мера, потому что мы, так как мы руководим собою, то мы должны обращать внимание на все свои ошибки, на все свои проступки, на все свои страсти и какие-то привычки дурные и всячески их в себе бороть с помощью Божьей, с помощью молитвы, с помощью принуждения себя в том числе и обязательно в том числе с помощью поста. Если вы попаститесь, вы увидите, насколько тихо на душе становится. То есть сам пост, казалось бы, не вкушение, ну и удаление от всяких развлечений, он водворяет в душе тишину благодатную, спокойствие, радость, мир, с которыми мы должны прийти к пасхальной радости. Ну это уже, наверное, следующий этап нашего развития. Для начала у нас, наверное, как раз поднимется рой страстей, когда мы начнем поститься. Конечно же, Лука вам это не нравится, то есть он будет возмущен, что мы вдруг начали борьбу с ним и будет всячески нас пытаться выбить из этого, так сказать, седла, знаете, как воины друг друга из седла выбивают, когда с копьями пересвет и ослябе воевали с атеромонголами. Здесь то же самое, то есть мы встаем на войну с бесом, а он против нас восстает и пытается нас победить, выбить оружие из наших рук. Но если мы будем усердны и терпеливы, то победа будет за нами, потому что Бог с нами, а если Бог с нами, то кто против нас? Здесь однозначно победа. Как вот в воскресенье нам такой повод примириться, даже кто-то может быть на кого-то обижен, как правильно просить прощения? Просить прощения у нас с детства учили, прости меня, пожалуйста, это же как бы в детском саду еще объясняли, что если человек плохо себя поступил, надо попросить прощения. Также и здесь мы ничего нового не скажем, просто в ответ, если у тебя просят прощения, ты говоришь, Бог вас простит и меня прости грешного. А если первый подходишь, то наоборот, прости меня грешного, а вас там Бог простит. Вот такая простая фраза. Сколько раз прощать? Бесконечно? Вот этот вопрос он мучил также апостола Петра, наверное, горячей была такая натура. Ему тоже, наверное, не всегда удалось сразу прощать. Поэтому он сказал, сколько там, трижды раз в день прощать или семь раз в день прощать? И Господь ему ответил, седьмиджды седьмидесят раз, то есть семь умножить на семьдесят раз прощать грехи. То есть, бесконечно, чтобы не считать сколько раз я там простил. То есть Господь таким аллегоричным образом сказал, что вот сколько будет у вас прощения просить, сколько вы видите, что человек согрешает, столько и прощает ему грехов. И вам Господь также седьмиджды седьмидесят раз на дню простит ваше согрешение, что самое главное. А если говорить о другом, что Господь столицу его сдает за каждый наш добрый поступок, то тогда еще на сто умножьте это число и получится совсем хорошо и радостно. А можем ли мы такое прощение у Господа попросить? А мы всегда его и просим. Мы всегда в своих молитвах каких бы ни было, мы везде всегда это и приносим прошение Божьей милости в меня грешным. А зачем люди спрашивают, зачем я просила Господа вот так прощения, а зачем нужны священники исповедь? Опять же, потому что сам Господь сказал, что я даю ключи от Царства Небесного апостолам, в лице апостола Петра. И сказал ему, то, что ты свяжешь здесь на земле, то будет связано на небе. То, что ты развяжешь здесь на земле, то будет развязано на небе. Таким образом, Господь даровал власть решить и вязать духовно апостолам, а через них тем, кто были их учениками, рукоположили они и епископов, и священников они же рукополагали. И с того момента эта власть передается через рукоположение всем имеющим священный сан. То есть наши грехи из той книги жизни, о которой мы с вами начали говорить, то есть они исповедью, они стираются? Да, мы можем свою книгу жизни подчистить, причем с самого детства надо этим заниматься, то есть семи лет человек начинает отвечать за свои грехи, и если мы помним о каких-то согрешениях, вольных или невольных, мы должны их стереть с помощью ластика такого исповеди, да, таинства исповеди, прийти, рассказать, и наша книга жизни улучшится от этого, то есть мы станем лучше, и на душе станет легче, и жизнь изменится, потому что каждый грех это камень, который нас придавливает к земле, и мы не можем уже не идти, мы только ползти можем под давлением этих груза, этих камней, а когда мы их снимем с их плеч, мы опять станем, как в детстве, легко, спокойно, радостно, на душе быть. А сома подготовки к исповеди, кроме того, как мучения, угрызения совести, здесь, наверное, никакого не надо, да, надо просто иметь в голове, или лучше на бумажке написать для памяти, что я хочу сказать на исповеди, и искренне, без утайки, все это сказать. Осталось полторы минуточки, пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, так как у нас впереди прощенное воскресенье, хочу всех позвать на это воскресенье перед постом, и те, кто не смогут прийти, у всех прошу прощения, и Бог вас простит, я также это вам прощаю, если что-то вы у меня просите прощения, о чем-то. ну и мы, и я, от лица телезрителей, тоже прошу у вас прощения, Бог вас простит. Проси Господи. Да, благодаря вас, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Проси Господи, до свидания. Да, на сегодня все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok